Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены в Западной Армении Давид Сарапян. Вопросы армян с Западной Арменией. Баку должен снять блокаду Арцаха, Международная правозащитная организация. Евросоюз осудил угрозу посла Баку в адрес депутатов Европарламента. Античный город у подножия крепости Ивана с Западной Арменией на грани уничтожения. Ожидаем, что мы не одиноки, армянский народ и государственность поддержат нашу справедливую борьбу. Артак Бегларян. 29 июня день памяти Суп Саака и Месропа Маштоца. Сыны Западной Армении Давид Дев Сарапян. Арзата Мартик Арцахской войны, деятей освободительного движения, писатель Давид Сарапян родился 4 февраля 1966 года в Ереване. Отец известный архитектор Эдуард Сарапян, мама выдающаяся ученая Эма Сарапян. Давид был очень одаренным ребенком, с детства прекрасно рисовал, много читал, в школе иные годы писал лирические стихи и рассказы. Уже в юном возрасте проявлял себя как настоящий рыцарь, обладал чувством чести и достоинства. Имел внутреннее стремление помогать слабым, защищать беззащитных. Давид человек, наделенный чувством справедливости, за что его называли совесть школы. После окончания средней школы именно Держинского Давид поступает на факультет кибернетики Ереванского политехнического института. Давид учился на втором курсе, когда студентов лишили возможности освобождения от военной службы. Давид был бы резоруким и имел возможность не служить, но принял решение пойти в армию, считая, что мужчина должен пройти школу мужества. В мае 1984 года призывается в армию, служит в воинской части Байконура, далее в Медницкой области. В октябре 1985 года Давида осуждают по следующей причине. Сражаясь в одиночку против 10 человек, он защищал свою честь. В ходе судебного процесса Давид заявляет, конфликт носил не бытовой характер, а междунациональный, как хотели представить. Тем не менее, его приговаривают к четырем годам лишения свободы, о чем Давид пишет. Я поставил крест на самом интересном месте своей жизни. После выхода на свободу Давид учебу не продолжает, считая, что его призвание писать, пытаясь изложить то, что видел, чувствовал и пережил. Давид Сарапян писал рассказы, в которых передавал тяжелые будни военной жизни и страдания людей, находящихся в заключении. Полная статья доступна на нашем сайте. Вулканический массив Тендурек Горцахкуняц является прототипом тонира. Тендурек – это конически действующий вулкан с круговым основанием. Согласно легенде, когда-то бог Ваган обучал армянских храпянов, гигантских женщин и мужчин искусству боя. После учения собирались вокруг огня Тендерюка, беседуя, выпекая хлеб. Взяв пепел из огня Тендерюка, Ваган отдал его великанам, приказав отдать людям, чтобы они соорудили тонир для выпечки хлеба. Женщина приказал, чтобы огонь в тонире не угасал. После Ваг вознесся на небо, следя сверху, чтобы огонь в тонире не угасал. По сей день армяне сохраняют подаренный Ваганом Вагна Крак. Огонь и дым подземного тонира являются символами силы и мира очага. Армяне, поклоняющие Солнцу, уподобили тонир за ходу Солнца. Армянские женщины, выпекая хлеб и готовя еду, преклонялись перед тониром, как перед божеством. Международная правозащитная организация коснулась вопроса перекрытия дороги в Бердзоре, призвав власти Баку снять блокаду Арцаха и положить конец разворачиваемомуся гуманитарному кризису. 15 июня Баку прекратил все передвижения по Бердзорскому коридору, который является единственной дорогой, соединяющей Арцах с Арменией. Регион находится в блокаде с декабря 2022 года. Жители Арцаха рассчитывают на гуманитарную помощь российских миротворческих сил и Красного Креста. В настоящее время вооруженные силы Баку заблокировали въезд. Гуманитарный кризис усугубляется. 26 июня Красный Крест разрешил возобновить эвакуацию тяжелобольных. Однако в больницах острая нехватка лекарств и медицинских принадлежностей. Власти Баку должны снять блокаду Арцаха и положить конец разворачивающемуся гуманитарному кризису. Евросоюз осудил угрозу в адрес депутатов Европарламента со стороны посла Баку в Евросоюзе Вагифа Садыгова, высказанную им после визита делегации Европарламента на армяно-азербайджанскую границу. Об этом опубликовала новостная платформа «Осэммэдия». Садыгов, который является послом Баку и Бельгии, и Люксембурге, 23 июня написал в Твиттер комментарий, коснувшись визита делегации депутата Европарламента в Армению. Садыгов опубликовал изображение снайперской винтовки азербайджанского производства со следующим текстом. Они знают, как защищать себя. Снайперская винтовка «Ист-14,5» азербайджанского производства имеет эффективную дальность стрельбы около 3000 метров. Держитесь подальше от государственной границы Азербайджана. Комментируя пост Садыгова, представитель Евросоюза сообщил Оцмэдия, что им это известно. Мы осуждаем такое поведение, которое абсолютно неприемлемо до посла, аккредитированного в Евросоюзе. 26 июня к этой угрозе обратилась и глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо. Эта угроза в адрес депутатов Европарламента и неужели от азербайджанского дипломата? До какого уровня опустилась азербайджанская дипломатия? «Нечем гордиться, когда игнорируешь решение международного суда и удерживаешь в заложниках 120 тысяч человек. Неужели это заставляет вас нервничать? Нас, европейцев, сильными ценностями это не впечатляет. Мы будем и впредь поддерживать мир и уважение к народу Арцаха», написала Луазо на своей странице в Твиттер. Руины, дошедшие до наших дней из населенного пункта, известного как античный город Ван, построенный у подножия Иванской крепости, постепенно разрушаются. Руины города, основанного при Араратском царстве, пройдя тысячелетия, были мишенью кладоискателей. По словам информационного агентства Месопотамии, казнокрады посредством незаконных раскопок разрушили почти всю территорию. Помимо ущерба, нанесенного кладоискателями, различные части исторического города используются как хлеб. История древнего города начинается с 800 года до н.э. Сохранившиеся от Араратского царства сооружения, начиная от высеченных скалах работ, дом металлургии и ремесел, большое и богатое наследие, оставленное нам предками. Ванская крепость и находящиеся в ней сооружения должны охраняться. Советник госминистра Арцаха Артак Бегларян оставил запись на своей странице в Facebook. Сегодня 200-й день преступной блокады Арцаха. Вместо разговоров о развитии и наших планов скажу одно. Уверен, авторы и исполнители блокады удивились, насколько стойкое и решительное армянство Арцаха. В этот исторический период наше головное ожидание в том, чтобы мы не были одинокими и весь армянский народ и армянская государственность поддержали нашу справедливую борьбу. Без Арцаха нет Армении, без Западной Армении и Восточной Армении нет Арцаха. 29 июня Армянская апостольская церковь отмечает День памяти святых переводчиков Саака и Месропа. Суб Саак Партев – сын католикоса Нерсеса Великого, Нерсеса Меца. Будучи образованным и в искусственном музыкальном аратовском искусстве, филантропии и языковедении, Саак Партев внес большой вклад в развитие армянской национальной культуры и создание армянской письменности. Бартапет Месроп Маштоц и Суб Саак Партев – основатели армянской письменности и церковной библиографии. Суб Месроп Маштоц родился в 1936 году, с детства изучал греческие и персидские языки. Первоначально служил при дворе в качестве писца, оставив мирскую жизнь, стал священником, живя в строгом отшельничестве. После создания букв Суб Саак и Суб Месроп начинают перевод Библии, выполняя его настолько совершенно, что спустя столетия перевод Библии на армянский язык считается королевой перевода Библии. И в завершении новостей послушай музыкальные произведения в исполнении японской пианистки. Музыка Субтитры подогнал «Симон» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!